30-летний житель Кустанай Нурбулат Жумабаев приехал в Шимкент в конце ноября встретиться со своей невестой. 8 декабря его задержала полиция. Через несколько часов он умер в отделении при загадочных обстоятельствах. Жумабаева и его друга оперативники задержали как подозреваемых в угоне машины. После смерти молодого человека полиция распространила сообщения. Во время допроса задержанному стало плохо. Ему вызвали скорую. Он умер до приезда медиков. Мойны, колдары, караекпеткен, екшатын ортасы караекпеткен. Баши ешкандай, не, явно, оруб өлтіргенде баланды. Малда да бұлай ормайтыд адам. Осында жауызы айуантықпын өлтіргенде баланды. Телефонға түремдеме, маңын ұқсат бермейді телефонға. Нейшін ұрқсат бермейді? Болмайды біз немен түрбатырмыз деп. Мен осын жамайты, мен әкесім мен түріп. Друг покойного, второй подозреваемый Сергей Петров, покинул отделение полиции с синяком на лбу. На теле следы побоев. Он говорит, что полицейские после задержания жестоко избили его, ничего не объяснив. Жумабаева избивали, я это все видел. Погибшего? Да, погибшего. Они, короче, его. Нас одели, короче, и куртки на голову, короче, наручники одели. И все, я видел, короче, как его заводили, короче. Куртка, она спадала, короче, я все конкретно видел. Я видел, как, короче, они наносили ему удары. Адвокат семьи Жумабаевых отмечает, что подозреваемых безо всяких оснований продержали в полиции больше трех часов. Следственные действия проводили в отсутствие защитника. Это, я считаю, чрезвычайным положением на всю республику. Мы сейчас будем всесторонне рассматривать данный вопрос. Его, я так понимаю, со слов отца, 12 часов дня привезли в департамент полиции города Шенкента. И где-то, сейчас будем выстять, ну, примерно, ориентировочно, смерть наступила около 16 или 17.00. Более трех часов, я так понимаю, его незаконно держали в департаменте полиции города Шенкента. Где был адвокат вопроса? Нурбулат Жумабаев в прошлом был осужден за кражу. Его освободили досрочно. Отец покойного убежден, что то дело было сфальсифицировано. После смерти парня управление собственной безопасностью департамента полиции и прокуратура сообщили о возбуждении уголовного дела. Начальник департамента не уточнил, отстранены ли участвовавшие в следственных действиях сотрудники от работы. Не ответил он и на вопрос о пытках. Аким Шемкента, Мурат Айтенов сказал, 9 декабря, что в город приехала спецкомиссия Министерства внутренних дел. Сегодня должны были провести медицинскую экспертизу. О результатах не сообщалось. Пытки и избиения в полиции, в местах содержания под стражей в Казахстане не редкость. В большинстве случаев пытки остаются безнаказанными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok